МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И гибели женщины под колесами в Ольметьевском районе. Покажем пристава, на которого при исполнении служебных обязанностей должник напал с ножом. Говорят, что на пристава напали с ножом. А также мужчина навсегда лишился велосипеда, оставив его без присмотра. Просто сел, поехал. Доехал до остановки, потом сел на трамвай. Это и не только прямо сейчас. 73-летняя женщина погибла под колесами Шкоды Кодиак в вечерний час пик. Она перебегала дорогу, которую ведет к Казанскому аэропорту в неположенном месте. Она шла со стороны больших кабанов в сторону малых. И поленилась пройти лишние 100 метров до безопасного подземного пешеходного перехода. Женщина пересекла несколько полос оживленной трассы в сторону Казани, перелезла через высокий двойной металлический отбойник и побежала дальше. Но через секунду ее сбила Шкода. Уходить от наезда водителю было просто некуда. Чтобы она не выскочила, это правда. О силе удара можно судить по повреждениям автомобиля. После наезда женщина отбросила вперед на несколько десятков метров, после чего она рухнула на асфальт рядом с остановившейся иномаркой. Шансов выжить у пенсионерки не было. Водитель автомобиля Шкода совершил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не имея на одежде предметов с возвращающими элементами. 73-летняя женщина шла со стороны села Большие Кабаны в сторону малых кабанов. Пересекла несколько полос проезжей части в сторону Казани, перелезла через высокий двойной металлический отбойник и побежала дальше на перерез потоку автомобилей. 70-летний водитель Шкоды в этот момент ехал из Казани в аэропорт встречать дочь. Как-то избежать наезда просто не мог, деваться было некуда. Человек появился перед капотом за мгновение до удара. Безопасный подземный пешеходный переход был буквально в сотни метров от места наезда. Свидетели много было. Все толпой ехали друг за дружкой. Две полосы, все были заняты. Приехавшие медики констатировали смерть потерпевшей. Но помощь врачей потребовалась самому водителю Шкоды. От произошедшего ему стало плохо. Ребята, у них плохо, скорую вызывали. Сам в шоке. Плохо стало с сердцем. Есть ли в произошедшем вина водители, ее степень будут выяснять теперь следователи. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Теперь он вещдок по уголовному делу о смертельном наезде. Диляра Исупова, Константин Бушуев, Вызов 112. А через час в Альметьевском районе оборвалась жизнь 62-летней женщины-пешехода. Она попала под колеса автомобиля Лифан в поселке Русский Октаж. По данным госавтоинспекции, женщина просто находилась на проезжей части. При этом переходить дорогу она не собиралась. В этот момент ее сбила иномарка. За рулем находился 35-летний водитель. Женщину госпитализировали, но врачи оказались бессильны. От полученных травм она скончалась в реанимации. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. С ножом в руках встретил судебного пристава. Сегодня днем хозяин квартиры в одном из домов на улице Магистральная в Больших Клыках. Этот гость, в отличие от троих его собутыльников, был незваным. И мало того, что он прервал застолье, так еще и дал понять, что собираться в дальнейшем им придется в другом месте. Пришел пристав с уведомлением о выселении. Причиной были накоплены долги. В ответ на требование собрать вещи и покинуть квартиру, мужчина набросился на него с ножом. Слезы мужчине уже не помогут, разве что искренне и на суде. За нападение на пристава ему грозит уголовная ответственность. Установлено, что четверо мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из домов на улице Магистральная в Больших Клыках, когда раздался звонок в дверь. Этот гость был незваным. Пристав-исполнитель в сопровождении судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществил выход по месту жительства должника, чтобы вручить уведомления о выселении. Дверь открыли граждане, личность которых установить не удалось. Приставы пришли вручить хозяину уведомления о выселении. Других способов взыскать с него долги больше не было. Но такое положение дел жильца квартиры не устроило. Съезжать из квартиры мужчина не хотел настолько, что схватился за нож и ударил им судебного пристава в область груди. Тот, к счастью, не пострадал, так как был в бронежилете. Травм в результате этого удара пристав не получил. Однако помощь медиков ему все же понадобилась. При задержании нападавшего вывихнул руку. Остальных задержали прибывшие на место полицейские. Соседи, в своем мнении, об обитателях этой квартиры единогласны. По их словам, жильцы не дают им покоя. Они довольно маргинально себя ведут. И покоя не дают. Сегодня в Буянии. Супай еще, наверное. С 10, точно. Может, дней 10 назад. Тоже насчет драки не знаю, но совились. Всех задержанных доставили в больницу для медосвидетельствования, а затем в отдел полиции. Сейчас по факту нападения на приставы решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На вся меня зовут Ляйсан Саитова. Вызов 112. Искал друга, а нашел ноутбук. Причем в чужой квартире. Вид компьютера и отсутствие хозяев в комнате общежития заставили 59-летнего мужчину быстро посчитать вероятную прибыль. От дополнительного дохода он не отказался. Взял технику и скрылся. 35-летняя женщина, которая вышла буквально на минуту, исчезновению ноутбука удивилась, а позже решила вызвать полицию. Как оказались в общежитии вообще? Я искал там друга, ну, давнешнего, как бы. Его не оказался, его там дверь открыта была. Комната чужая была, не друга, да? Нет. Не найдя в общежитии друга, он нашел ноутбук. То, что он был чужой, к тому же стоял в чужой комнате, мужчину не смутило. Незапертую дверь он, видимо, расценил как приглашение, а отсутствие хозяев принял как раздачу имущества. Ему приглянулся компьютер. Самому мужчине он был не нужен. В технике он видел только деньги. Ну, ну, где тоже с того времена, на 10 дней баломбард. Ну, сколько получили с него? Три с половиной. Заметив пропажу, 35-летняя хозяйка ноутбука заявила в полицию. Ущерб она оценила в 13 тысяч рублей. Мужчину задержали спустя две недели на улице Завойского. В настоящий момент похищенная техника изъята и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. Компьютер вернут законной владелице, вероятно, после приговора суда. Иван Сарафанов, Нафиса Минязова, Вызов 112. Перед задержанием этот мужчина успел присвоить, а потом продать велосипед, который случайно увидел в подъезде одного из домов на улице Павлова в Казани. Быстро понял, что никакими противоугонными средствами он не оборудован, и решил, что эта беспечность владельца может сильно ему помочь, как в передвижении, так и материально. Тем более, что уверенности придавала история с ноутбуком. И все шло как по маслу, пока его не задержали полицейские. Просто сел, поехал. Доехал до остановки, потом сел на трамвай. Задержанный 50-летний мужчина признался, кражу не планировал. Говорит, просто увидел в подъезде одного из домов на улице Академика Павлова велосипед. Он таки манил к себе отсутствием какой-либо защиты. Не было даже элементарного замка на колесе. Сам не может объяснить, почему, но он просто взял чужое транспортное средство, как свое, и поехал. В дальнейшем велосипед уже временно отдал в ломбарде. Сколько дали в ломбарде за него? Ну, 8 тысяч. А денежные средства уже потратили? 34-летний владелец велосипеда сам был бы рад купить такой же за эту сумму. Сам ущерб оценил в без малого 30 тысяч рублей. Сделал скидку на амортизацию. Не думал, что велосипед сможет уехать без него из закрытого подъезда. Оставлял его ненадолго, но задержался дома на пару часов. Вышел и на месте, где его оставлял, не увидел ничего. Номер полиции набрал, пока не утихла вся гамма эмоций. Подозреваемого нашли быстро. Свою вину мужчина признал полностью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Задержанному Казанцу может грозить до 5 лет лишения свободы. Вероятно, ему также предстоит выплатить весь ущерб законному владельцу велосипеда. Вернуть его уже невозможно. В ломбарде его быстро продали. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, стражи порядка просят велосипедистов заботиться о безопасности своего транспорта. Замок дешевле велосипеда. И повесить его быстрее, чем потом искать украденные. Необходимо оставлять велосипед там, где есть камера видеонаблюдения и специальные парковки. Использовать надежный велосипедный замок. А лучше два и более. А также стражи порядка рекомендуют ставить на своем двухколесном транспорте яркие заметные метки. Сделать велосипед индивидуальным. Это, вероятно, сделает его непривлекательным для угонщиков и облегчит его поиски. Сирина Сахапова, Нафиса Минязова. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Лея Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова